Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». Кросснации впервые стартовал в 2004 году, и сегодня это самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. Забег на дистанции от 1 до 12 километров. Первый этап соревнований проводится в российских регионах в 3 воскресенье сентября. Дистанции и условия участия определяются организаторами на местах. В нашей стране столь массовый забег прототип кросса нации ведет свою историю с 1918 года, когда в Петровском парке Москвы в майские праздники прошли первые состязания легкоатлетов в беге на 4,5 километра. В 1935 году наши спортсмены участвовали уже в международном кроссе в Париже. И, кстати, выиграли несколько призовых мест. Интересно, что соревнования по бегу вообще являются одним из старейших видов спорта в мире, по которым были утверждены официальные правила, а еще они были включены в программу самых первых Олимпийских игр 1896 года. О том, как укрепить здоровье и дух уже в эти выходные, и вместе с семьей проявить спортивные и не очень таланты, говорим с нашей гостьей Мариной Кащеевой, начальником управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. В это воскресенье уже кросс-нации. Какая предварительная подготовка ему предшествовала? 21 сентября уже состоится 11-й всероссийский традиционный кросс-нации, который самым масштабным мероприятием является во всей нашей стране. И, конечно же, Рязани остается не в стороне. На 23 площадках области будет проходить это кросс-нации. Конечно, центральная площадка – это областной центр в нашем любимом городе Рязани. Действие все состоится с улицы Соборной. Общий старт – 12 часов. Единственное изменение по сравнению с прошлым проведением кросс-нации, изменился немного маршрут. Мы стартуем ровно в 12 часов. Откуда? Площадь Соборной. По улице Соборной мы добегаем до площади Ленина, поворачиваем налево по улице Маяковского. До пересечения со Свободой также налево поворачиваем по улице Свободы, добегаем до пересечения с улицы Ленина, поворачиваем налево по улице Ленина. И в районе третьей аптеки, в улице пересечения Ленина и Соборной, поворачиваем на место старта и финиша на площадь Соборной. Новый маршрут мы предлагаем, но протяженность его та же, 3 километра. Мы надеемся, что этот маршрут понравится жителям города Рязани. Какое количество участников в этом году заявлено и, как обычно, больше-меньше? Да, нас радует, что за два дня проведения мандатной комиссии уже более 2000 участников заявилось. И, конечно же, планируем больше 5000 будет на центральной площадке. Участвующие, действующие спортсмены – это все желающие, это пенсионеры, которые решили поддержать, это школьники, которые тоже вместе со всеми. Да, да, да. Это массовое спортивное мероприятие. Принять участие любой желающий – это, конечно, не для спортсменов соревнования. Это пропаганда здорового образа жизни, привлечения к занятиям физической культуры. Поэтому давайте все жители вместе выйдем на старт 21 числа. Для маленьких детей мы организуем дополнительный отдельный забег. В 11.30 по улице Петрова, к памятнику Есенина, по набережной они финишируют также на Соборной площади. Дистанция 1 километр. И, пожалуйста, дети любого возраста могут принять участие. В прошлом году мы определяли самого юного участника и участницы. Им не было еще и 5 лет, но дети пробежали эту дистанцию. Но и возрастные у нас есть такие опытные легкоатлеты и жители города, которым уже за 80 они принимают участие в наших соревнованиях. То есть они длинные вереницы, растянутся. И неважно, с какой скоростью они будут двигаться. Абсолютно. Главное – принять участие. Конечно, да. Дресс-код какой-то есть. Понятно, что какие-то беговые кроссовки и спортивное обмандирование. Но если вот мы пришли на праздник, нас это зацепило, нас это вовлекло, и мы решили пробежать в чем есть. Примите? Примем с удовольствием. Единственное, хотелось бы, чтобы все получили свой номер нагрудный. Они заготовлены, и все будем в одинаковой форме в качестве номеров участников. То есть вы готовы прямо на месте принять дополнительных участие? Да, даже будет регистрация идти до начала соревнования. А какие-то интересные бегуны будут? Может быть, наши известные лица, которых мы там не ожидаем никак увидеть? Может быть, они еще не говорят, что они там будут возглавить эту колонну? Нам приятно, что участвуют не только наши лидирующие спортсмены, но и приезжают из Зарайска, Луховица, Москвы и близлежащих регионов. И еще хотела бы озвучить, что после общего старта в 12 часов, через 5 минут состоится ВИП-забег. То есть руководители города и области? Нет, ни в коем случае. Здесь мы не определяем время, даже секундомеры для всех участников не работают. Участниками будут работники службы, государства и муниципальные службы. Какие-то призы и подарки победителям или самым активным предусмотрены? Ну да, как в любых соревнованиях, да, определятся тройка сильнейших среди возрастных групп. После окончания мероприятия, это приблизительно в 13 часов, состоится торжественное награждение. Какие-то сюрпризы зрителей, которые не побегут, ожидаются? То есть они увидят шоу, может быть фаер-шоу, может быть кто-то будет петь для них, может быть спортсмен какой-то мастер-класс готовы показать? Мы готовим концертную программу с участием нашего любимого коллектива «Русский квас», где не только задорные спортивные песни прозвучат, но и песни на любимого нашего земляка-поэта Сергея Есенина. Как жители воспринимают все это мероприятие? Понятно, что здоровый образ жизни, все здорово, массовость, выходной день. Но это последний выходной день, второй, когда люди торопятся, им нужна проезжая часть, или они бегут по делам. Какие отклики вы слышите? Вы знаете, конечно, в первую очередь положительно. Это приятно слышать, потому что мы стараемся и делаем это мероприятие для того, чтобы наша молодежь училась и знала, что такое здоровый образ жизни, как к этому идти, что этим нужно заниматься в течение всей жизни, смотреть за своим здоровьем. Те неудобства, которые я могу озвучить сейчас, когда будет перекрыта улица. Площадь свободы будет перекрыта с 9 утра до 15 часов для именно организации всего действия. И всего на час будут перекрыты все перечисленные улицы, Маяковка, Свободы, Ленина в районе проведения мероприятия. Пока финиширует последний участник забега. В 10-м всероссийском кроссе нации нам очень приятно, что именно на нашей центральной площадке министр спорта Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко принял участие. Вместе с Алихом Ивановичем Ковалевым они пробежали дистанцию веб-забега. И огромное количество ребят получили удовольствие бежать рядом вместе с министром. Репетиции для проведения кросса нации неделю назад, 14 сентября, мы провели свои уже традиционные соревнования, которые состоялись в 21-й раз, Рязанская соборная верста. Очень приятно, что в 11 возрастных категориях приняло участие больше тысячи человек. Массовые, уже любимые жителями города, мероприятия, где среди участников были не только жители города Рязани, но и области, Зарайска, Луховиц, Владимирской области. К нам приехали также гости. Все участники получили призы, подарки, торжественное награждение состоялось. Как вы думаете, почему такое большое внимание уделяется именно бегу? Ведь много других видов спорта, где, наверное, тоже много желающих могли бы принять участие. Ну, это не только бег, да, мы же такие акции проводим, как «Лыжня России», да, «Оранжевый мяч», где баскетболисты играют в стритбол, и достаточно более тысячи человек участников. Российский азимут по ориентированию в соревнованиях – тоже достаточно массовые мероприятия. Ну, а легкая атлетика – королева спорта, поэтому любителей бега у нас становится все больше и больше. Сейчас очень актуально помогать привлечь в любые мероприятия людей с ограниченными возможностями, чтобы они не чувствовали себя забытыми, чтобы они понимали, что они тоже что-то могут, что для них тоже все пути открыты, и мы им поможем. У вас в этом году планируется что-то такое? Да, конечно. В наших забегах не только в Соборной верстите в Рязанской, но и в Кроссе наций планируется забег, вот как я сказала, в 11.30, да, где дети и люди с ограниченными физическими возможностями могут пробежать, принять участие в данных соревнованиях. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей Рязани принять участие в Кроссе наций. Для этого нужно зарегистрироваться и получить свой номер. Бандатная комиссия, которая у нас проводит свою работу по улице Ленина, 35, с 9 до 18 часов ежедневно. Спасибо за эти 10 минут, я надолго с телезрителями не прощаюсь. Мы с вами увидимся уже в это воскресенье на Кроссе наций. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова